Добрый вечер! Выники минулых 7 дней в программе новинок на телеканале Беларусь4. У студии работает Евген Пабаловец. Глядите в выпуске. В регионе распространены творчество энергосберегающего шкла. У Гомеля з'явился новый памбратин – китайский Чэнду. Наш областный центр признанный лепшим у республицы по санитарным стане и доброупорядкованием. О проблемах у быдавнейшей галине и новых задачах в этой сфере актуальное интервью. Сегодня Международный день слепых. Как живется людям без ворота, доведались наши корреспонденты. Зараз об этом меньшем больше подробно. На этом тыне в открытом акционерном товаристве «Гомельшкло» введена в эксплуатацию новая линия по вытворчасти шкла с покрытием. Ее эксплуатация дозволит предприемству поширить ассортимент продукции и выйти на рынок с новыми видами шкла. Подробностей гэты и инших падей экономичного життя региона у Дмитра Котова. Могутность новой линии – 8 миллионов квадратных метров шкла в год. Зараз начался выпуск энергосберегающего шкла. В наступном году будет освоена вытворчность мультифункционального и солнцеохонного видов. Освоение новых видов шкла задача актуальна не только для одного конкретного предприемства. Зараз больше 90% продукции меркуется накировать на экспорт. А это уже державные приоритеты. Сгодно с проведенным анализом, что годовая потребность у новых видах шкла в Беларуси складает около 1 миллиона 300 тысяч квадратных метров. У краины до 6 миллионов, у России свыше 20. А про шатого 13% гомельского шкла готовы и набывать краины Евросоюза. Производя как минимум три компонента, это ламинированное энергофиктивное стекло и полированное стекло, позволяет нам увеличить объемы поставки на внешние рынки. Сегодня объем поставки на внешние рынки 93%. Это действительно высокий уровень работы команды министерства, гомельстекло. Что тыжится поставок гомельского шкла на внутренний рынок, это так сама державная задача. При чем разговор идти одразу об двух программах – импортозамещение и энергосбережение. Уже сейчас проектные организации ориентованы на то, чтобы в новых распроцовках выкористовывать выключно айчинные материалы. Правительством поставлена задача, чтобы максимально исключить импорт производимого у нас стекла на внутреннем рынке. Соответствующие задачи поставлены проектировщикам, министерству архитектуры и строительства, чтобы пересмотреть нормы и правила. Бодай самая актуальная задача для акционерного товариства «Гомельшкло» – снижение себекошту вырабляемой продукции. Высокие цены и несприяльная ситуация на сусветных рынках привели до того, что два прошлые годы предприемство находилось у складанной финансовой ситуации. Подчас официйного открытия новой линии огучиваются лишь бы. Коли на початку 2015-го себе кошт одного квадратного метра листового шкла складал 2 доллары 30 центов, то селета уже 1,64. У наступным годе он повинен знизиться еще не один на 10 центов, что становочим чином повплывая на конкурента с дольность продукции. Шляхов некальки – от добытя сыровины по большей низких ценах до снижения объемов споживания газу и электроэнергии. Гэта так сама продуглежена реализуемым планам модернизации. Предприятие «Гомельстекло» – энергозависимое предприятие. 40% себестоимости – это затраты по энергетике. Поэтому мини-тест позволит нам вырабатывать за счет температуры отбора, температуры отходящих газов, собственную электроэнергию. И этим самым мы сокращаем свое энергопотребление и энергозатраты. Рабочая поездка Анатолия Калинина у «Гомель» протягнулась у Гарвы-Канками. Вице-премьер уручил Пятру Киришенко, вымпил переможцы республиканского огляду конкурса в номинации «Лепший областный город Беларуси по санитарным стане и добропорадковании». Дарыши звание «Лепшего» Гомель отримливает третий раз за последние пять годов. Як отзначено под часу расшистости, гэта выник працавитости и жаданя кожного гомельчанина робить свой город больше пригожим и утульным. В минулом году реализованы таки буйный проект, як реконструкция набережной раки СОЖ. Побудованы подъезды до 18-го метра района, який дозволил значно разгрузить рух у районе пересечения улиц Хатаевича и Мазурова. Кроме этого реконструирована улица Кирова и часткова Тялегина. У целым капитальный ремонт в улично-дорожной сетке охопил омаль 440 тысяч квадратных метров. Адрамантована коля 2,5 тысяч фасадов жилых, громадских и вытворших помешканев. На улицах областного центра высаджено больше 10 тысяч новых древ и рослин. Это уже не единичный такой случай, когда Гомель признавался победителем республиканского соревнования. Всего уже это в четвертый раз произошло, в том числе за последние пять лет, третий раз. То есть это становится действительно правилом, нормой жизни, законом для гомельчан, потому что они искренне любят свой город и делают все для того, чтобы он был красивым, достойным, чтобы это были, ну это и есть южные ворота нашей республики, чтобы мы достойно представляли не только свой город, не только гомельщину, но и Беларусь в целом. Тем часом на гетым тыдне у Гомеля заявился еще один город-побратим. Им стал китайский Чэнду. Отповедный документ подписанный подчас визиту официйной делегации региона у провинцию Синчуань. У Китая представники Гомельской области приняли удел у инвестицийным форуме, распавяли об инвестицийной привабности региона, а так само обмерковали пытания поставок гомельской продукции. Дмитрий Котов, телерадиокомпания «Гомель». Все лето на Гомельщине побудовано свыше 300 тысяч квадратных метров жилья. Это 92% от годового задания. Некоторые районы у том лику Гомельске, Житковецке, Калинковецке план уже выконали. А до конца года в область можно не только справиться с заданием, а и побудовать свыше нормы, яше як минимум 15 тысяч квадратных метров. О проблемах у быдавнейшей галинеи и новых задачах у этой сферы интервью с начальником управления жилевой политики Комитета по архитектуре и будовництве Гомельска-Габлова-Канкама Ядвигой Блатун. Здравствуйте, Ядвига Викторовна. Расскажите, пожалуйста, как выполняется задание по строительству жилья в этом году? Общий ввод в четвертом квартале будет выполнен на 100%, возможно, даже с превышением этих цифр. Для этого делается все необходимое. Те дома, которые в настоящее время достраиваются, они должны будут введены в эксплуатацию и туда заселены граждане. Сколько будет использовано инвестиций для строительства жилья на этот год? В этом году запланировано использовать инвестиции на жилищное строительство в неденоминированных рублях 4 триллиона рублей. Из них только 3 триллиона – это средства граждан. То есть это долевое строительство жилья с использованием средств граждан, которые у нас в городе Гомеле, в городе Мозере, в Жлобине ведется с ускоренными темпами. В связи с этим бюджета и плюс кредитных ресурсов, которые выделяются на строительство жилья, использовано только триллион рублей. Из этих средств, которые выделены, бюджетных и кредитных ресурсов, 700 миллиардов рублей выделено кредитных ресурсов на строительство жилья. За счет этих средств мы строили дома по госзаказу. Индивидуалы строили свои жилые дома, заканчивали. В этом году мы уже говорили, что утверждение списков на получение льготных кредитов вновь начинающих домов было приостановлено, поэтому оставшиеся льготные кредиты выделялись для окончания строительства жилых домов, которые вводились в 2016 году, будут вводиться в 2017 году. И бюджетные средства, это 220 миллиардов рублей, они использованы на строительство арендного, социального и для переселения из ветхого жилья. Давайте немного поговорим о развитии индивидуального жилищного строительства. И, наверное, вопрос, который волнует многих, как финансируется создание инфраструктуры. В этом году у нас построено 125 тысяч квадратных метров индивидуальных жилых домов. К огромному сожалению, наверное, это цифра перевыполнения, но, возможно, она должна была быть больше. Я еще раз остановлюсь на том, что были проблемы с кредитованием жилищного строительства для льготных категорий граждан. Льготные кредитные ресурсы выделялись в минимальных объемах, поэтому граждане достраивали свои дома за счет собственных средств. Что касается инженерно-транспортной инфраструктуры, индивидуальным жилым домам, то из всех средств, направленных в этом году на строительство инфраструктуры, пятая часть, это у нас где-то более 9 миллионов рублей, уже в новых ценах, выделялось для строительства инфраструктуры к индивидуальному жилищному строительству. По постановлению САУМИНа, минимальная инфраструктура, которая должна быть построена к жилым домам, это водоснабжение, это электрификация, и это в гравийном исполнении дороги. В связи с этим ряд вопросов возникает у многих граждан, почему сегодня не прокладывается асфальт, почему сегодня не делаются другие коммуникации, хотя в этом году проведен газ, вот если говорить про Романовича-2, Романовича-1 в прошлом году, то есть газ мы тоже проводим в зависимости от того, насколько сегодня готов микрорайон, и за счет тоже бюджетных средств, насколько готовы там уже проживать люди, то есть минимально идет сразу, конечно, свет, вода, чтобы человек мог строиться, потом, после того, когда дома уже практически готовы к воду, и люди там собираются жить, тогда за счет государственных средств прокладываем газ. Для каких категорий граждан жилье строится за счет льготных кредитных ресурсов? Согласно указу номер 13, ряд категорий граждан имеет право на получение льготных кредитов. Мы о них можем говорить, но есть сегодня поручение Совмина, что в 2016 году льготные кредиты по максимуму на строительство жилья выделяются многодетным семьям, военнослужащим и тем гражданам, которые имеют право на внеочередное улучшение жилищных условий. Это сейчас право появилось у детей сирот, на условиях на 40 лет под 1% внеочередное в этом году внесли изменения. Это категория, кто проживает в аварийных и ветхих домах. Это сегодня семьи, у которых воспитываются дети-инвалиды. Расскажите, пожалуйста, про строительство жилья за счет технико-экономической помощи КНР. В меморандуме между Министерством экономики и Министерством коммерции КНР установлено, что в рамках первого этапа проекта строительства социального жилья, которое сегодня проводится в Республике Беларусь, в городе Гомельской области в августе 2016 года началось строительство шести домов, шести социальных домов. Это дом в городе Гомеле, 32-59 микрорайоне. Это дом в Будокошелево, дом в Светлогорске, в Мозере и два дома в поселке Юбилейном Гомельского района. В 2017 году начнется строительство еще шести домов. Второй этап – это Озерщина Реческого района, Добруш, Житковичи, Корма, Калинковичи и город Гомель. Спасибо большое, Едвига Викторовна, за подробные ответы. Спасибо, Марина, за поставленные вопросы. Я думаю, что я постаралась вкратце разъяснить ситуацию по 2016 году, который у нас уже заканчивается. Что касается 2017 года, то мы тоже постараемся эти задачи выполнить, довести их до своих регионов, то есть районов, которые будут работать сегодня с теми гражданами, которые имеют право на получение государственной поддержки. Сегодня Международный день слепых. Эта дата была затверждена с метой притягнуть увагу до тех, кто стратил зрок и опынулся у тяжкой житевой ситуации. Кто сте нарожается невидушим, у кого сте страта здольности бачить следство травмы. Але, як бы там ни было, этим людям не позаздростишь. Хотя, як поглядеть? Герой нашего наступного сюжета своим прикладом доказывает, что слабый зрок – это еще не причина глядеть на свет про спрызму инвалидности. Гамильчане Наталье и Виталий Краученке разом уже 9 годов. У молодых мужей и женки свое властное захопление. Женщина выучая журналисты, купишь артыкулы в газету и наведывая богословские курсы. Хобби Виталия – мы это на зеранне, але есть и огульное на двоих справа. Яны выховывают трехгадовую Ксению и навучают специальным умением четырехлапую Сандру. Яна – незаменимый помощник и сябра. А учарка-повадыр мая устойливый инстинкт няньки. Звоночек на шее Сандры У нас в Беларуси собак-повадырей не учат. Их в России учат. Нужно покупать у них овчарку за 30 тысяч долларов, а лабрадор чуть дешевле за 20 тысяч долларов. Мы пока занимаемся частным кинологом, которая эти курсы в России прошла. Так что у нас с Сандры, можно сказать, экспериментальный пилотный проект, такой пока неофициальный. Для семьи Краученка у Диабо-два дорослые мают проблемы со зроком, эта околичность не стала трагедией. Больше затое – я неизвычайная семья, якая только крыху, одрознивается от среднестатистичной. Я не чувствую такой вот особой разницы, какого-то барьера, что вот я там незрячая, я живу где-то там во внешнем обществе. То есть этого нету на самом деле. Мы живем и живем. Вот как обычная, обыкновенная семья, обыкновенная. Поэтому, когда просят рассказать, вот расскажите, как вы живете, я даже не знаю, что рассказывать. Ну, как любая семья, семейные будни, бытовые моменты, какие-то радости семейные. Гомельская региональная организация «Белорусское товарыство инвалидов по зроку» объедновывая, каля 1700 слабоведущих из усим слепых людей. Деяность громадского объединения накерована на саденничание интеграции гэтой категоры громадян у социум, притягнение их до активной працевной и громадской деяности. Дмитрий Герашченко – инструктор по культурно-массовой и спортивной работе. Минавито от его умения захопить людей залежить бадерость духу члену Белорусского товарыства инвалидов по зроку. На угол, як с гонором, признается старшиня Гомельских областных объединений. Люди с порушениями зроку не привыкли сядеть, склавши руки. Ци инвалиды, которые, значит, по трудовой рекомендации могут работать и приносить пользу и нашему обществу, и нашему государству, все заняты работой. В частности, они, значит, на Мозовском филиале это электрошиты, электрошиты, также, значит, и комплектуют эти светильники. А непосредственно на нашем головном предприятии сиденья, сиденья для наших стадионов, это и, значит, кресла для детей, для автомашин, это и опрыскиватели. Не падают духом и работают и над собой, и над собой, и на предприятиях, живут нормальной, полноценной жизнью. На наступном тыдне в Гомеле плануется подвести выники реализации мероприемства у рамках республиканского месячника «Человек с белой тростиной». Не ведущий, звычайный громадянин, только со своими особливостями. Наталья Игнатенко, Игорь Марышченко, телерадо, компания «Гомель». Этот день был богатым на юбилейные падеи. В Гомельском областном драматичном театре в аурочистой святочной атмосфере с днем народжения веншовали народную артистку Республики Беларусь Людмилу Корхову. А у областным громадскокультурным центре с юбилейной концертной программой «Классик Нью» выступил устрадно-симфоничный оркестр Гомельско-областной филармонии. Борж подробязно об этих и инших падеях культурного жития региона расскажет «Классик Нью» во врачистой святочной атмосфере с днем народжения Людмилу Корхову веншовали коллеги и прихильники ее творчести. Тут собрались и только самые родные и близкие люди верные сябры по творчим цеху и житии. Сегодня на Гомельшине Людмила Корхова одинная народная артистка Беларуси у сферы театрального мастерства. Праца для ее сын жития. А тому и пожадание молодым актерам отповедное. Идти не за внешней формой в театре, а за внутренним содержанием и более глубоким. Потому что я вообще в принципе я за духовный театр психологический, интеллектуальный. Чтобы человек придя в театр он поработал душой. Сердце должно биться, сочувствовать, сопереживать, страдать, любить, радоваться. А тем часом эстрадно-симфоничный оркестр Гомельской областной филармонии отзнашил свой 20-й день народжения. В зале Громадско-культурного центра музыканты выступили с юбилейной концертной программой Classic New. Слухачи смогли погрузиться в атмосферу классичной музыки у сучасной интерпретации. Знайомые усім мелодии по майстерску наполнялись нотками джаза, року и эстрады. Кожный музычный номер был по-своему оригинальным и запоминальным. Юбилейная концертная программа Classic New, яку эстрадно-симфоничный оркестр Гомельской областной филармонии подрихтовал специально до своего 20-го дня народжения свой особливый музыкальный сюрприз для меломанов. Молодежь, она воспринимает классику немножко по-другому. Почему-то им кажутся немножко скучноватыми темпы, ритмы тех лет. Хотя для меня классика остается классикой в своем первозданном, первоначальном виде. Это то, на чем музыканты, настоящие музыканты воспитываются, то, на чем они позже становятся действительно хорошими музыкантами. Так вот, эта программа, наверное, в какой-то степени подготовлена для молодежи. Воспитание у них классических традиций, но в современных стилях и ритмах, которые, как нам показалось, им на сегодняшний день ближе. На Осинский вернисаж же хоровых гостей города над Сожем запросила Гомельская областная универсальная библиотека имя Ленина. Тут одна тематика, объединенная экспозиция декоративных парасонов и выстава фотографий у техницы макраздымки. Парасоновый калейдоскоп – это коллекция творчих работ на вученце у Гомельской области. Другая частка экспозиции представлена фотоработами Милани Добровольской под назвой «Гэта мой свет». Оригинальные калеровые и черно-белые фото выполнены у техницы макраздымки. А у Гомельской центральной городской библиотеки имя Герцена отбылась презентация книги кандидата мастерства знавца старшего выкладчика кафедры архитектуры Белорусского державного университета транспорта Яугена Маликова. Выдание вышло в вересне этого года и носит назву «Традиции разбяного декора у народной архитектуры по дню в Сходне Беларуси» конец 19-го, первая половина 20-го ста годя. Книга Яугена Маликова Это выникам 20-годовой карпатливой прации над выучением разбяного оздобления дровляных домов Гомельщины. Зею можно доведаться, як адрознюются такие упрыгажения в райцентрах и везках, какие традиции их похожения иснуют в регионе. В теме дровляно-разбяного архитектурного декора открыл то, что наши продавцы, которые жили на территории Гомельской области, по дню в Сходне, частки нашей области особливо, они были вельми-вельми творчими людьми. Настолько творчими, что они могли выраблять такие незвычайные речи, углублять свой час, энергию на то, как бы пригожить свой дом, в окна, двери на своем доме. Для них это было настолько натурально, эстетика, жилья. И, на жаль, это сейчас, глядя на наши сучасные домы, которые есть, но с крайного Гомеля, мы этого не зауважаем. Нема такого почутя густу, почутя стилю, почутя пригожостя, которое было у наших прадков литерально 50-х годов тому. И вот это для меня открытие. Московский цирк представил у Гомеля программу «Медведи» канатаходцы. Сусветные рекордсмены, небезпечные номеры без страховки, все это в традиционном русском стиле. Яскравую программу уже увидели в Японии, Франции, Корее, Австралии и других странах света. За годы и снования, это шоу отримало все махчимые цирковые узнагороды. У им заденечены по сотне артистов, это лауреат международных фестивалей, заслуженные артисты России и новодвойчий рекордсмен книги рекордов Гиннеса Михаил Иванов, який виртуозно жонглирует мячами. Еще больше дрессированных живел кошки, собаки, кони, малпы, тхары и, безумовно, медведи. Один из сюжетной линии в программе «Няма». У ее собрана левшая, что створил московский цирк за последние годы. Вероника Ворошилина, телерадо, компания «Гомель». И об спорте. У столицы Болгарии Софии завтра распространяется чемпионат Европы по боксе Сяроджанчин. У составе национальной сборной Беларуси на континентальный старт отправятся четыре гомельчанки. За узнагороды позмагаются Яна Бурым, Галина Бруевич, Виктория Кебикова и Юлия Панасович. Об тем, что чекает матору спорту нашего региона на наступном тень расскажет Максим Савин. Начнем с хокеем. Гомель и Жлобинский металлург протягивают домашние серы. У Гомельскую область наведуются команды с Гродинского региона. У четвер Рыси чекают у гостей Лиду. Сталевые волки сгуляют с Неманом. У субботу гродинские хоккеисты выйдут на пляцовку Гомельского лядового палаца суперть господару. Металлург будет примать Лиду. У мини-футбольном чемпионате края на наступных выходных отбудутся матчи 12-го тура. На паркете Гомельского спорткомплекса Лакоматы у Мацнейшего будут выявлять БЧ и Борисов 900. В РЗ у гостях сгуляет с Могилевским Форте. Агрокомбинат Пауднева у Гродна состренеца с УУЗ Динамо. Светлогорский ЦКК по спробою взять очки у матча суперть Витена. У сираду у Гомельским палаце гульновых видов спорту гандбол. Жаночая команда гандбольного клуба Гомель у черговых матч чемпионат Украины состренеца с Бярестем. У неделю Мушинская команда по неоделок 14 листопада с 12 до 19 годин будет частково отключена гарача водозабеспечения с пожилцов от Гомельской ЦЦ1. Это связано с проведением работ по выносу газопровода по улице Интернациональной. Часовые незручности придется пережить жихарам шерых у центральных улиц это Утымлику Фрунзы, Пролетарская, Моисеенко, Привокзальная, Оселянская, Пушкина, Жарковского, а так само частково Советская. У мэтых недопущений аварийных ситуаций в центральном районе Гомеля необходимо обмежать споживание газа на час проведения работ. По всех вопросах можно ответить по одним доведочным номером 115. Эти инши новини вы можете знайти на нашем официальном сайте по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен и в студии працювал Евген Паблавец. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин